Библейский портал экзегет.ру представляет Они ложь и насилия множат, заключают союз с Ассирией, в Египет поставляют масло. Ну, занимаются геополитикой, пытаются найти сильных союзников и покровителей. Впрочем, и с Иудой не все так просто, но Господь предъявил Иуде иск. То есть, суд будет и с Иудой. А дальше про весь израильский народ, который состоит для Иосифа Ефремова и Иуды. Он пути Иакова разберет, Иаков, прародитель, то есть, он же Израиль, и воздаст ему по делам. Тот в очреве матери брата за пятку хватал, повзрослел, стал бороться с Богом. О чем идет речь? Конечно, о двух эпизодах из жизни человека по имени Иаков, получившего с последствиями Израиль. В книге Бытия все это описано. Их было двое, Иаков и Исаф. И первым родился Исаф, а Иаков его схватил за пяточку, рождаясь, да, младенчик. И упяточил его, да, потом это обыгрывается в самом имени Иаков в некоторых текстах. То есть, его схватил и вылез первым все равно, первенцем. А потом боролся с Богом. Можно сказать, что это описание поединка в 32 главе Бытия, где некий таинственный незнакомец борется с Иаковым. Потом ему говорит, ты с Богом боролся и человеков одолевать будешь. Но можно, конечно, сказать, что это описание всего жизненного пути Иакова, который постоянно искал чего-то большего, лучшего, более значимого, чем то, что ему давал Господь. Вот боролся, в смысле, не был доволен тем, что у него было, и постоянно что-то изобретал, казалось бы, это плохо. Но это, опять-таки, неравнодушие. Это, опять-таки, готовность к чему-то лучшему, чем то, что само идут руки. Это, опять-таки, состояние, когда с Богом человек борется, потому что ему не все равно, потому что он Бога любит в конечном итоге, он его воспринимает всерьез. А не отворачивается от него, не теряет его. Чем дальше я вас звал, тем дальше вы уходили, говорит Господь в начале 11 главы. Мы сегодня уже это прочитали. А вот Иаков боролся. И это как бы и опасно, но это на самом деле здорово. Он боролся с ангелом и победил, а после плакал и его умолял. Это, конечно, отсылка к таинственному поединку 32 главе Бытия, о нем можно бесконечно говорить. В Байтеле он его нашел, и там с ним говорил, вот тот самый Вефиль, Байтель, где и святилище. Господь – это Бог воинств, Господь, ведомо имя Его, ты к Богу своему обратись, верность и справедливость соблюдаю, уповай на Бога своего всегда. То есть, вот это самая борьба. Она означает прежде всего обращение к Богу, она означает, что человек старается быть с ним честным. И иногда, иногда, да, противопоставляет свое тому, что Бог ему дает, но это противопоставление еще раз, оно от неравнодушия. Правда, вот с северным народом все немножко хуже. В руке ханаанского купца лживые весы, любит он обман, понятно и образно. И Ефрем сказал, как я разбогател, приобрел я себе состояние, во всех трудах моих не найдут ничего греховного. Очень приятно, когда ты не просто богат, а ты еще и праведником себя ощущаешь. Ну, богатых людей много, но мы думаем, а они, наверное, там своровали чего-то, а вот я богат и я праведен, как это хорошо. Ну, человек сам себя возвышает, сам себя ставит на более высокое место, чем он там заслуживает. Но я Господь, я твой Бог, с тех пор, как вышел ты из египетской земли, я вновь заставлю тебя обитать в шатрах, словно в дни праздника кущи. Праздник кущи – один из трех главных праздников израильского народа, когда, до сих пор соблюдается иудеями, когда они живут не в домах, а в таких шалашах или кущах, на старый манер слово, где, ну, нет удобств, да, это шалашик в поле. И вот, когда они переходили через Синайскую пустыню по пути в обитованную землю, они жили в таких шалашах, собственно, праздник кущи, и ровно это и призван изобразить. Я говорил пророкам, я умножал видения, я через пророков притчи изрекал. Вот он многое напоминает, и ты все равно не то, что не каешься, а считаешь себя пупом земли, значит, вернешься в все самые шалаши. Но уже после Египта. Вот мы в прошлый раз обсуждали, и не только в прошлый, что здесь в книге Оси Господь как бы все время взвешивает, а не вернуть ли мне израильтян в доисходное состояние, да, вот в Египте рабами там будут пусть и все, и заново попробовать. Да нет, вот даже в кущах это уже после исхода, это уже свободные люди. Если Гелиад развращен, то он обратился в ничто. Обратиться в ничто, то есть Гелад, это одна из областей Северного Царства, и действительно там уже ничего нет сегодня отчасти Ордании, то есть не израильская земля, и давно так. В Гелгале приносят жертву быков, как будто их алтари как груды камней посреди борозд на пашне. То есть, ну да, там какой-то свой культ, но этот культ будет просто уничтожен, и останутся алтари как бессмысленные камни. «Бежал Иаков в сирийскую землю, работал там в уплату за жену, за жену пас он скот». История из книги «Бытия», где он даже двух жен нашел, «Рахиль и Лию», и вот это все там описано. «Через пророка вывел Господь израильтян из Египта, через пророка их сберегал». Ну и, соответственно, вот вся эта история про израильтян сегодня, она завязана на историю древнюю, где Господь сберегал Иакова, он же Израиль, где Господь сберегал народ, вышедший из Египта. А сегодня, как иная картина, навлек на себя Ефрем суровый гнев, лежит на нем кровавая вина. Владыка на него самого обратит творимый им позор. Это уже конец 12 главы, а две последних, 13 или 14, прочитаем в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok